О различных лукавых помыслах Тому невозможно впасть в руки духу блуда, кто не пал от чревоугодия Невозможно и гневу возмутить того, кто не борим неразумными вожделениями или яств, или денег, или славы И невозможно избежать демона печали тому, кто или лишился, или не мог получить всего этого Человек не избежит гордыни, этого первого дьявольского порождения, пока не исторг корня всем злым сребролюбия Так как, по слову премудрого Соломона, нищета муж смиряет Короче сказать, невозможно человеку впасть в руки демону, если не уязвлен он прежде сказанными выше первого ряда демонами Почему и спасителю представлял тогда дьявол сии три помысла, советуя сперва камни соделать хлебами Потом, если пойдет и поклонится, обещая целый мир А в-третьих, уверяя, что если послушается, то ничего не потерпев от такого падения, прославится Господь же наш, став выше всего этого, повелел дьяволу идти назад, научая тем и нас, что невозможно прогнать от себя дьявола Не пренебрегший сих трех помыслов Все демонские помыслы вносят в душу представление чувственных вещей И ум, приняв в себя их отпечаток, удерживает в себе образы сих вещей А потом по самой вещи узнает приблизившегося демона Например, если в мысли у меня явится лицо, причинившего мне вред или бесчестие То обличается с ним появившийся помысл памятозлобия Если также явится припоминание о деньгах или славе То явно, что по этому самому узнан будет и сокрушающий нас помысл То же бывает и при других помыслах По представляющемуся в помысли найдешь, какой демон приступил к тебе и внушился и мечтание Не говорю, однако, что все припоминания о таковых вещах бывают от демонов Потому что и сам ум, приводимый в движение человеком, воспроизводит обыкновенно представление того, что было Но от демонов все те припоминания, которые влекут за собой неестественным образом раздражение или вожделение Ибо ум, вследствие возмущения сими двумя силами, мысленно прелюбодействует и бывает ими борим Будучи не в состоянии воспринять в себя представление о положившем ему законы Боге И святозарность «я» появляется во владычественном уме только во время молитвы по устранении всех представлений о вещах Невозможно же человеку отложить страстных воспоминаний, если в рассуждении вожделения и раздражения Не приложит попечение, чтобы первое истребить постом, бдением, возлежанием на голой земле А последнюю укротить долготерпением, непамятозлобием, милостынями Потому что от всех двух страстей составляются все почти демонские помыслы, ввергающие ум в пагубу и гибель Невозможно человеку преодолеть эти страсти, если не презрит он совершенный и снеди, и деньги, и славу Даже и собственное свое тело, чем страсти часто предпринимают наносить ему удары Поэтому весьма необходимо подражать бедствующим в море, которые по причине стремительных ветров и восстающих волн Начинают выбрасывать из корабля все, чем он снабжен Но при всем должны обращать строгое внимание, чтобы, выбрасывая, чем снабжен корабль Делать это не на показ людям, потому что так поступая, восприемлем мзду свою И с нами последует иное, опаснейшее первого крушения от сопротивных дуновений демона тщеславия Почему и Господь наш в Евангелии, получая нашего кормчего ум, говорит Внимлите милостыни ваши, не творите предчеловеки Аще ли жени? Мзды не имыте от Отца вашего, иже есть на небесех И еще, якда молитесь, не будьте якожи лицемери, яколюбят сонмищих и встогнах путей стоящи молитесья, якода явятся человеком Аминь глаголю вам, якого сприемлют мзду свою И еще сказует, якда же поститеся, не будете якожи лицемери сетущи Помрачают бы лица своя, якода явятся человеком постящися Аминь глаголю вам, якого сприемлют мзду свою Напротив того, должен при всем внимательно взирать на врача душ Как он раздражительность врачует милостыню Вожделение приводит в бессилие постом А также очищает молитвы ум И из сего созидается новый человек, обновленный по образу создавшего его Которым по причине святого бесстрастия несть мужеской пол не женский А по причине единой веры и любви несть эллин, не иудей Обрезание и необрезание, варвары скиф, раб и свободь Но всяческое и во всех Христос Спрашивается, как демоны в сонных мечтаниях производят отпечатки и образы в нашем владычественном Подобное сему обыкновенно бывает с умом, когда он или видит глазами, или слышит ушами Или приемлет что каким-либо чувством, или заимствует из памяти Которая производит отпечатки во владычественном непосредством тела Но приводя в движение то самое, что имело оно посредством тела Посему и демоны, кажется мне, производят отпечатки во владычественном, приводя в движение память Потому что телесные органы сном содержатся в бездействии А поэтому снова спрашивается, как же демоны приводят в движение память Конечно, посредством страстей И сие явствует из того, что чистые и бесстрастные не терпят ничего подобного Но, возможно, простое некое движение памяти, происходящее от нас самих или от святых сил По которому входим во сне в общении, беседуем и сопиршествуем со святыми Впрочем, должно принять во внимание, что какие образы приемлет в себя душа с телом Такие память приводит в движение и без тела И сие ясно видно из того, что часто испытываем это и во сне, когда тело покоится Ибо как можно вспоминать о воде и при жажде и без жажды Так можно вспоминать о золоте с любостяжательностью и без любостяжательности А то же сказать должно и об иных вещах Но что ум в представлениях находит те или другие отличия Сие служит признаком злоухищрения демонов А вместе надлежит знать и то, что демоны для произведения мечтаний уготовляют и внешние вещи Например, для плывущих шум волн Намерению демонов очень способствует наша раздражительность Возбужденная не в естественной мере И она делается весьма годную для всякого из злоухищрения Почему ни один из них не отказывается возмущать и ночью, и днем сию раздражительность А когда демоны видят, что она связана кротостью Тогда по справедливым предлогам немедленно дают ей свободу Чтобы, став более стремительную, способствовала к возбуждению зверских их помыслов Почему необходимо не возбуждать раздражительность Ни чем-либо справедливым, ни несправедливым И нападающим демонам не давать опасного меча Что, как знаю, делают часто многие И по маловажным предлогам воспламеняются более надлежащего Из чего, скажи мне, так скоро приходишь в барение Если пренебрег ты и снеди, и славу, и деньги На что кормишь пса, дав обед не иметь у себя ничего А если он лает и нападает на людей То явно, что имеешь у себя что-нибудь и хочешь это сберечь И я уверен, что таковой далек от чистой молитвы Ибо знаю, что раздражительность губительна для таковой молитвы А сверх того дивлюсь, что забыты и святые И Давид, который взывает Пристань от гнева и остави ярость И Экклезиаст, который предписывает Отстави ярость от сердца твоего И отринь и лукавства от плоти твоей И апостол, который повелевает воздевать ко Господу На всяцем месте преподобные руки Без гнева и размышления Почему же не извлекаем для себя урока из этого знаменательного и древнего обычая у людей Изгонять из дому псов во время молитвы, который дает разуметь, что в молящихся не должно быть раздражений И еще сказано Ярость змеев виной их А от вина воздерживались назареи Да и некто из языческих мудрецов утверждал Что желчь и бедро не вкушается богами Сам не разумею, как думаешь, что говорил Ибо полагаю, что желчь есть символ гнева А бедро скотского вожделения О том же, что не должно заботиться об одеждах или яствах Излишним почитаю писать Потому что воспретил сие сам Спаситель наш в Евангелии Говоря «Не пицитеся душею вашей, что ясте или что пиете, или во что обличетеся» Вполне свойственно сие язычникам и неверным Отвергающим владычный промысл и отрицающим Создателя А христианам Совершенно чуждо что-либо подобное Как уверенным, что и два воробья, продаваемые за один асарий Состоят под смотрением святых ангелов Между тем, в обычае у демонов С нечистыми помыслами влагать и помыслы заботливости Чтобы от столпившихся в обители разума по мышлению Клонился Иисус И слово, подавляемое терниями заботливости Осталось без плода Поэтому, отложив помыслы заботливости Возвергнем на Господа печаль нашу довольней сущими Ведя убогую жизнь и прикрываясь убогую ризою С каждым днем будем совлекаться сих отцов тщеславия А если кто почитает неприличным А я, вразумляемый тем, что познаем чувственно, не знаю Возможно ли это, потому что и борца, конечно, запнет И задержит хитон, а равно и ум запнут Помыслы заботливости Так как истинно слово, повелевающее уму Пребывать при собственном своем сокровище Ибо сказано И где же бы есть сокровище Твое То будет и сердце Твое Из помыслов Одни пресекают, другие пресекаются И лукавые пресекают благие А также благими пресекаются лукавые Поэтому Дух Святый взирает на помысл Первоначально установившийся И по нему нас осуждает или приемлет Смысл же сказанного мною таков Имею некий помысл странолюбия И имею его ради Господа Но он пресекается превзошедшим искусительным помыслом Внушающим быть странолюбивым ради славы И обратно Имею помысл странолюбия Чтобы видимым быть у людей И он пресекается превзошедшим лучшим помыслом Который добродетель наш Направляет по очке к Господу А не для людей понуждает нас делать Посему если в самых уже делах Останемся при первых помыслах Хотя и искушают нас вторые То примем воздаяние только за первоначально установившиеся помыслы Потому что как человеки И боримые демонами Не имеем сил правы помысл удерживать Навсегда нерастленным А также приобретя семена добродетели Не изведать когда-либо и лукавого помысла Впрочем, если какой-либо из пресекающих помыслов Заметь ли ты утвердиться в области искушаемого То по оному уже помыслу будет действовать движимый им человек Между помыслами ангельскими, человеческими и бывающими от демонов Когда знали мы по многому наблюдении Различие таково Помыслы ангельские прежде всего доведываются о естестве вещей И исследуют духовный их смысл Например, для чего сотворено золото Почему оно рассеяно в виде песка Где-то в дольних частях земли И отыскивается с великим усилием и трудом А когда найдено промывается водою Ввергается в огонь А потом передается в руки художников Делающих из него для скини и светильник И кадильницу Чашицы и фиалы Из которых по благодати спасителя нашего Не пьет уже ныне царь Вавилонский Но в которых Клеопа Приносит горящие от всех таинств сердце Помысел же демонский Не ведает и не осознает всего Но бесстыдно внушает одно приобретение чувственного золота И предсказывает будущее от него наслаждение и славу А помысел человеческий Ни приобретения не ищет Не доведывается и о том, что знаменует золото Но вносит в ум один чистый образ золота Отдельно от страсти любостяжания Тот же закон По всему правилу таинственно приноравляемый Будет иметь место и в рассуждении других вещей Есть демон, называемый скитающимся Он большей частью приходит к братьям под утро И ум отшельника водит из города в город Извесив весь, из дома в дом Причем ум сначала имеет одни свидания Сходится с кем-либо из знакомых Вступает в долгие разговоры Нарушив для встречающихся свой устав И мало-помалу делается далеким От боговедения и добродетели Приходит в забвение о своем обете Посему отшельнику должно наблюдать за всем демоном С чего он начинает и на чем останавливается Потому что недаром и никак случилось Делает он этот длинный круг Но с намерением расстроить состояние отшельника Чтобы ум его, распаленный всем этим И упоенный многими встречами Впал во власть демону блуда Или демону гнева Или демону печали Которая наиболее делает вреда светлости его состояния А мы, если только имеем в виду ясно узнать Всю хитрость всего демона Не вдруг будем вступать с ним в беседу И объявлять, что с нами делается Как мысленно производит он свидание И как постепенно увлекает ум к смерти Потому что иначе бежит от нас демон Так как не терпит он, чтобы видели, как он делает это И мы немало уже не узнаем того, что дознать старались Напротив того, дозволим ему день или два Продолжать свое дело Чтобы в точности, дознав коварный его замысел Потом обличив словом, обратить его в бегство Но когда во время искушения произойдет Что ум, возмутившись, не видит в точности, что делается Тогда по отшествии демона сделай следующее Оставшись наедине сам с собою Припоминай, что с тобой происходило Чем ты начал и до чего дошел И на каком месте уловлен был духом блуда Или гнева, или печали И как опять случилось все, что с тобой было В ясности дознай это и хорошо запомни Чтобы тебе, когда демон придет к тебе Обличить его и указать скрываемое им место И не следовать за ним более Если же хочешь довести его до неистовства То обличи тотчас, как явится Но назови первое место, где приступил к тебе И второе, и третье Тогда сильно раздражится демон, не терпя стыда Доказательством же, что говорил ты с ним благовременно Будет то, что бежит от тебя помысл Ибо невозможно уже устоять ему, когда обличен явно А за сим побежденным тобою демоном Последует самый тяжелый сон О мертвении с великим охлаждением век Непрестанная зевота Тяжесть и онемение в плечах Но все это по усиленной молитве Прекратит дух святый Ненависть к демонам весьма содействует Нашему спасению и способствует Деланию добродетели Но сами в себе не в силах мы воспитать ее Как некое доброе порождение Потому что искажают ее духи сластолюбия И снова призывают душу к приязни и близости Сию-то приязнь, лучше же сказать, не с цельную заразу Врач душ врачует оставлением Ибо попускает нам ночь и день терпеть от демонов нечто страшное И тогда душа снова возвращается к первоначальной ненависти Научаемая говорить ко Господу словами Давида Совершенной ненавистью возненавидих я во враги бывшими Ибо тот совершенной ненавистью ненавидит врагов Кто не согрешает ни в действительности, ни мысленно Что служит признаком первого и самого великого бесстрастия О демоне же, который делает душу бесчувственную Должен ли что и говорить? Ибо боюсь писать о нем И о том, как душа выходит из собственного своего состояния Потому что во время пришествия этого демона Она отлагает и страх Божий, и благоговение Греха не вменяет в грех Беззаконие не почитает беззаконием О мучении же и суде вечном Помнит, как о пустых речениях И посмеивается над всем огненосным подлинным трясением И хотя исповедует Бога, но что повеленное им, того не ведает Ударяешь ты в перси, когда душа стремится ко греху И она не чувствует этого Говоришь ей от писаний, и она в совершенном ослеплении и не слышит Представляешь ее коризну людей И она ни во что вменяет людской стыд И вовсе не понимает его Наподобие свиньи, смежившей глаза И пробивающейся сквозь ограду Но сего демона, от которого аще небыше Прекратились одни ионы Не бы уба спаслась, а всяка плоть Наводит на нас закосневшие в нас помыслы тщеславия И хотя помыслы сии редко являются к братьям Однако же демон бывает и в них Чему причина очевидна Ибо при бедствиях других Или удрученных болезнями Или бедствующих в темнице Или подвергающихся внезапной смерти В бегство обращается сей демон Потому что душа мало-помалу Приходит в сокрушение и сострадание И отъемлется слепота, происшедшая от демона Но мы лишены этого по причине пустыни И по редкости у нас немощных Всего наипаче демона обращая в бегство Господь повелел в Евангелии Навещать больных и посещать находящихся в темнице Ибо говорит Болен бег и посетите меня В темнице бег и придосьте ко мне Сверх того Должно знать, что если кто из отшельников Впал во власть ему демону И не принял блудных помыслов Или не оставил дома от уныния То он приял Несшедшее с небес целомудрие и терпение И блажен, сподобившись такового бесстрастия А те, которые, дав обет, жить благочестиво Предпочитают водворяться смирянами Да остерегаются сего демона Но я сказать или написать о нем Что-либо более стыжусь и людей Все демоны учат душу сластолюбию Один демон печали не берется делать это Даже расстраивает помыслы об удовольствиях Уже превзошедшие в душу Пресекая в ней и иссушая печалью Всякое наслаждение Так как мужу же печально засышут кости Нападая умеренно Демон сей Делает отшельника благоискусным Потому что убеждает его не терпеть ничего мирского И избегать всякого удовольствия Когда же нападает с большим ожесточением Тогда порождает помыслы Которые советуют отшельнику Извести душу свою Или понуждает его бежать далеко от места Сие помыслил и потерпел некогда святой Иов Тревожимый всем демоном Ибо сказал Аще бы возможно было Сам бы их себе убил Или молил бы их иного Дабы мито сотворил Всего-то демона символом служит ехидна Этот зверь, которого яд, данный в малом приеме, делает недействительными яды других зверей Неумеренно же принято убивает принявшее ее живое существо Сему демону предал Павел Учинившего беззаконие в Каринфе Потому и пишет Каринфинам, говоря Тщательно утвердите к нему любовь Да никак у многой скорби пожертв будет таковый Но этот мучающий людей дух Может сделаться для них и добрым снабдителем покаяния Почему Иоанн Креститель Уязвляемых всем демоном и прибегающих к Богу Называл рождениями ехидны, говоря Кто сказал вам, бежать и от будущего гнева Сотворите оба плод, достоин покаяния И не начинайте глаголыть и в себе Отца имамы Авраама Глаголю бы вам Яко может Бог от каменя сего воздвигнуть и чада Авраама Впрочем, всякой, кто подражает Аврааму И вышел от земли своей и от рода Стал сильнее и сего демона И если кто преодолел раздражительность То преодолел он демонов А если кто порабощен всей страсти То вовсе чушь, что он в монашеской жизни И далек от путей спасителя нашего Так как сказуется, что сам Господь наш Научает кроткие путем своим Поэтому и неуловимым делается ум отшельников Прибегающий в юдоль кротости Ибо ни одной добродетели не боятся так демоны, как кротости Ее приобрел и великой он и Моисей Названный кротким паче всех человек И святой Давид сказал, что она достойна поминовения Божия Ибо говорит, помяни Господи Давида и всю кротость его Да и сам Спаситель повелел нам быть подражателями его кротости Говоря, научитесь от меня, я как кроток есть И смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим А если кто воздерживается от яств и пяти Но возбуждает в себе раздражительность лукавыми помыслами То подобен он кораблю, который переплывает в море Имея корм, чем демона Потому сколько есть сил Должны обращать внимание на этого нашего пса И обучить его терзать одних волков Но не поедать овец Оказывая всякую кротость ко всем человеку Один из других помыслов Помысел тщеславия многовеществен Объемлят целую почти вселенную Всем демонам отворяет двери Став как бы неким лукавым предателем доброго города Поэтому весьма унижает ум отшельника Наполняя его множеством понятий и вещей Делая вред его молитвам Которыми старается он врачевать все язвы души своей Этот помысл возвращают все побежденные демоны И снова через него получают они доступ в души Делая в подлинном смысле последние горше первых От всего-то помысла рождается и помысл надмения Не зринувший с небес на землю печать уподобления и венец доброты Но беги от сего помысла Не останавливайся на нем долго Чтобы не предать живота нашего иным И жития нашего немилостивым Обращает же в бегство сего демона усильная молитва И то, чтобы добровольно не делать и не говорить ничего такого Что имело бы целью проклятую славу Когда ум живущих в отшельничестве приобретет несколько бесстрастия Тогда, добыв себе конячий славе, немедленно мчится он по городам Упиваясь неумеренную похвалою славы И тогда-то, по смотрению Божию, встречает его дух блуда И, заключив в одном из свинных загонов, научает его не оставлять боли ядра Прежде совершенного выздоровления И не подражать тем нетерпеливым больным Которые, имея еще в себе остатки недуга Пускаются в путешествие Отваживаются на безвременные купания И впадают в прежние болезни Поэтому, оставаясь лучше на месте Будем внимательны к себе Чтобы, преуспевая в добродетели Соделаться нам неудобо подвижными к пороку Обновляясь же в ведении, приобрести множество различных познаний И снова, возвысившись в молитвенном состоянии Яснее узреть свет Спасителя нашего Всех коварств демонских описать я не в состоянии И из-за ухищения их перечислять стыжусь Боясь простоты будущих моих читателей Однако же послушай о хитрости духа блуда Когда приобретет кто без страсти вожделевательной части И скверные помыслы станут уже охладевать Тогда вводит он мужчин и женщин Которые обращаются между собой вольно И делает отшельника зрителем срамных вещей и телодвижений Но это искушение не из числа продолжительных Потому что прилежная молитва И самый суровый образ жизни С бдением и упражнением в духовных размышлениях Рассевают оно, как безводное облако Но иногда этот вселукавый касается и плоти Доводит ее до неразумного воспламенения Примышляет тысячи других ухищрений Которых нет нужды делать известными И предавать письменам Но против таких помыслов Весьма действительно и возбужденная против демона Воскипение раздражительности Демон наипаче боится сей раздражительности Когда приводится кто в возмущение помыслами И расстраивает его умышления Сие-то значит слова Гневайтесь и не согрешайте Полезно врачество сие Если прилагается к душе В подобных всем искушениях Сему демону подражает и демон гнева И он представляет в призраках Будто бы кто-либо Или родители, или друзья Или родные, или домашние Терпят обиды от недостойных И возбуждает в отшельниках раздражительность Почему мысленно представшим Произносят или причиняют они что-либо недоброе И на таковые призраки Нужно не обращать внимания Но скорее отвлекать от них ум Чтобы долго не останавливаясь на них Не сделаться подвижнику Во время молитвы, дымящейся головнею А искушением сим Подвергаются люди раздражительные Наипаче же от всего воспламеняющиеся гневом Они далеки от чистой молитвы И от ведения спасителя нашего Иисуса Христа По мышлению века сего Господь, как овец доброму пастырю Передал человеку Ибо сказано Век дал есть в сердце его Сочетав в помощь ему раздражение И вожделение Чтобы раздражением обращал в бегство Умышление волков А вожделением любил овец Подвергаясь нередко дождям и ветрам Сверх этого Господь дал ему и закон Как пасти овец И место злачное И воду покойную И псалтирь И гусли И жезл И палицу Чтобы от паствы сей питался он И одевался он И собирал сено на горное Ибо сказано Кто пасет стадо И от млека стадо не яст Посему отшельнику Должно день и ночь Стеречь это стадо Чтобы какое-либо помышление Не было уловлено зверями Или не попалось в руки разбойникам А если бы и случилось Что-либо подобное В деворе Немедленно Исхищать Из уст у льва Или медведицы Бывает же уловлено Зверем помышление О брате Если оно в нас Пасется вместе с ненавистью Помышление о женщине Если питается нами Вместе со скверным вожделением Помышление о серебре и золоте Если водворяется Вместе с любостяжательностью Даже помышление о святых дарованиях Если пасутся в уме С отчиславием То же будет и с другими Помышлениями Если расхищаются они страстями Должны же Не днем только наблюдать За помышлениями Но и ночью стеречь их неусыпно Ибо случается Что воображающее Что-либо срамное И лукавое Губит свою собственность Сие это и означает Сказанное святым Иаковом Овцы звероядины Не принесох Ас воздаях тебе От меня самага Татьбины денные И татьбины ночные Бых в одни жигом зноем И студенью ночи И отхождаши сон От очию моею Если же от утомления Придет на нас И какое-либо уныние То вошедши Несколько на камень Ведения Займемся псалтирию Ударяя добродетелями В струны Ведения И снова будем Пасти овец Под горою Синайскую Чтобы Бог Отцов наших И нам Возвал из купины И даровал Словеса знамений И чудес Как разумное Естество Умерщленное Грехом Воскрешает Христос Созерцанием Всех веков Так отец Его Душу Умершую Христовую Смертью Воставляет Ведением Себя самой Сие-то И означает Сказанное Павлом Аще же Умрохом Со Христом Веруем Яко И живи Будем С ним Когда Ум Совлекшись Ветхого Человека Облечется В человека Благодатного Тогда Состояние Свое Во время Молитвы Узрит Он Подобным Сапфиру Или Небесному Цвету Что Писание Именует И местом Божьим Какое Видели Старцы Под горою Синаем Когда Наступив На тебя Который Либо Из врагов Нанесет Тебе Язву И тебе Желательно По написанному Обратить Меч Его В сердце Его Тогда Поступай Как Сказываем Разбери Сам Собой Пущенный Им Помысел Каков Он Из Чего Составился И Что В нем Особенно Поражает Ум Смысл Же Слов Моих Таков Пусть Пущенным В тебя Помысел Сребролюбия Разбери Живо И рассмотри Принявший Его Ум Понятие Золоте Самое Золото И Страсть Сребролюбия Потом Спроси Что же Из этого Есть Грех Ум Ли Ну Как ему Быть Грехом Он Образ Божий Не Понятие Ли О Золоте Но Это Скажет Ли Кто Имеющий Ум Не Самое Ли Золото Есть Грех Почему Оно Сотворено Засим Остается Что Не Есть Ни Самостоятельная По сущности Вещь Ни Понятие Вещи А Так же И Ни Бесплотный Ум Напротив Есть Какое То Человеконенавистное Услаждение Порождаемое Свободою И Принуждающее Ум Во зло Употреблять Божьи Твари Услаждение Которое Отсечь У нас Предоставлено Божию Закону И Как Скоро Разберешь Ты Это Рассеется Помысл Разлагаемый В собственном Его Воззрении И Демон Бежит От Тебя Как Скоро Мысль Твоя Сим Ведением Восхищена Будет На Высоту Если Же Не Хочешь Воспользоваться Мечом Ведения А Желаешь Прежде Покорить Его С помощью Прощи Своей То Брось И Камень Из Пастушеского Своего Тобольца И Взыщи Следующего Умозрения Почему Ангелы И Демоны Соприкасаются С нашим Миром А мы Не Соприкасаемся С их Мирами Ибо Ни Ангелов Не Можем И Приблизить Более К Богу Ни Демонов Не Преднамереваемся Сделать Более Нечистыми Спроси Также Как Спаде Деница Восходящая За утро На Землю И Мнит Же Море Яко Мироварницу И Тартар Бездны Яко Же Пленника Возжизает Же Бездну Яко Же Пещ Медяну Всех Возмущая Своей Злобою И Над Всем Желая Начальствовать Умозрение О сих Предметах Жестоко Уязвляет Демона И Обращает В бегство Все Его Полчища Но Сие Бывает Только Для Тех Которые Достигли Некоторой Чистоты И Прозирают Несколько В законы Сотворенного Нечистые Же Не Знают Сего Умозрения И Если Бы Научившись У других Вздумали Сообщать Кому То Не Будут Услышаны От Множества Ибо Без Сомнения Нужно Стану Иноплеменников Успокоиться Несколько Чтобы Один Голиаф Вышел Навстречу Нашему Давиду Так И В Рассуждении Всех Нечистых Помыслов Будем Употреблять Это Развлечение И Этот Род Брани Из Нечистых Демонов Одни Искушают Человека Как Человека А Другие Приводят Человека В смятение Как Животное Бессловесное И Первые Нападая На нас Влагают В нас Мысли Тщеславия Или Гордости Или Зависти Или Осуждения Которые Не касаются Ни одного Из Бессловесных А Другие Приближаясь К нам Возбуждают Сверх Естественное Раздражение Или Вожделение Потому Что Страсти Сии Общи Нам И Бессловесным Животным Скрываясь В нас Под Природой Разумной Потому И Дух Святый Тем Но Что Говорит Тем Которые Приходят В движение Неразумно Не Будете Яко Конь И Меск Им Женесть Разума Браздами И Уздою Челюсти И Хвост Тягниши Не Приближающихся К тебе Душа Жи Согрешающая Та Умрет Явно Что Люди Умирающие Как люди Людьми Погребены Будут А Умерщвляемые Или Падающие Как Бессловесные Соделаются Снедью Неясытей И Воронов Которых Птенцы Одни Призывают Господа А Другие Валяются В крови Имея Уши Слышите Да Слышит Когда Некоторые Из Нечистых Помыслов Скорее Других Обратятся В бегство Будем Доискиваться Причины Чего Сие Произошло По редкости Или вещи Или потому Что трудно Достать Вещество Или По нашему Беспристрастию Не возымели Над нами Силы Враги Например Если Кому Из отшельников По внушению Демона Придет На мысль Что Вверяется Ему Духовное Правление В первенствующем Городе То Явно Что Недолго Будет Он Занят Сим Помыслом И Причина Сему По Сказанному Известна Если Кто Представит Себе Что Делается Правителем Какого Не Есть Города И Рассудит Осем Подобно Первому То Блажен Он За Своё Бесстрастие Подобным Образом Окажется Что Такой Же Способ Исследования Имеет Место И В Рассуждении Других Помыслов Сие Же Необходимо Знать Для Нашего Усердия И Силы Чтобы Известно Нам Стало Переступили Ли Мы За Иордан И Близко Ли К Граду Фиников Или Находимся В пустыне И Бьют Нас Иноплеменники Ибо Весьма Разнообразным И Изобретательным Наобольщение Кажется Мне Демон Сребролюбия Он Нередко Стесняясь Строгим Отречением От Мира Вдруг Притворяется Домостроительным И Нищелюбивым Радушно Принимает Неприбывших Еще Странников Отправляет На служение К другим Нуждающимся Посещает Темницы В городе Выкупает Продаваемых Присоединяется К богатым Женщинам Указывает Кому Должны Сделать Добро А также И И И И И И Кому Кошелек Полон Дает Совет Отречься От Мира И Таким Образом Постепенно Обольщая Душу Подчиняет Ее Помыслам Сребролюбия И Придает Демону Тщеславие И Сей Та Демон Вводит Множество Прославляющих Главного Виновника Сих Распоряжений И Представив Ему Что И И Заводят Понемногу Разговор О Священстве Предсказывает Потом Скорую Смерть Настоящего Иерея И Присовокупляет Что Употребив Тысячи Средств Не Избежать Ему Избрания Так Бедный Ум Связанный Сими Помыслами Припирается С теми Которые Не Одобряют Выбора А Одобривших С готовностью Осыпает Дарами Хвалит И За Признательность А И И И И И И Поэтому За Этими Помыслами Вошедшими Внутри Его И Вращающимися В уме Предстает Вдруг И Демон Гордыни Частыми Молниями Бороздит Воздух Келии Насылает Крылатых Змиев И Последнее Зло Лишает Человека Ума Но Мы Пожелав Гибели Сим Помыслам С Благодарением Будем Жить В нищете Ничтоже Бо Внесохом В мир Сей Я Я Яко Ниже Изнести Что Можем Имеющей Же Пищу И Одеяния Сими Довольны Будем Помня Что Сказал Павел Корень Бо Всем Злым Сребролюбие Есть Все Нечистые Помыслы Надолго Оставаясь В нас По Причине Страстей Доводят Ум До Пагубы И Гибели Ибо Как Мысль О хлебе Надолго Остается В голодном По Причине Голода И Мысли О воде В Жаждущем По Причине Жажды Так И Мысли Об Имении И Деньгах Держатся В них Долго По Причине Любостержательности И Мысли О Объязвах И О скверных Помыслах Рождающихся От Яств Держатся Долго По Причине Страстей Подобное Сему Откроется И В Рассуждении Помыслов Тщеславия А Также И Других Помыслов Но Ум Подавляемый Таковыми Мыслями Не Может Предстать Богу И Увенчаться Венцом Правды Сими-то Помыслами Неизвлекаемый И Он И Упоминаемый В Евангелии Окаянный Ум Отрекся От Вечерей Ведения Христова А Также И Связаны По Рукам И Ногам И Вверженный В От Мук Ромешную Имел Из Сих же Помыслов Сотканное Одеяние Которое Звавший Признал Недостойным Брачного Пира Поэтому Брачное Деяние Есть Бестрастие Разумной Души Отвергшейся От Мирских Похотей Какая Ждому Причина Что Долго Остающиеся В Нас Помышления О Вещах Чувственных Растлевают Ведение Сказано Осем В Главах О Молитве У Демонов Противящихся Деятельной Жизни Начальствуют Три Предстоятеля За которыми Следует Все Полчища Сих Филистимлян Они-то Первые Стоят На Брани И Нечистыми Помыслами Вызывают Душу На Грех Они Заведуют Пожеланиями Чревоугодия Они Влагают В Нас Сребролюбие И Они Вызывают Нас Искать Человеческой Славы Посему Вожделевая Чистой Молитвы Наблюдая За Раздражительностью И любя Целомудрие Владей Чревом Не Давай Утробе Своей В Сытость Хлеба Притесня Ее И В 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 Молитве И По Метазлобе Держать Тебя Далеко Славеса Духа Святаго Не Оскудевает У Тебя И В Двери Писаний Стучи Руками Добродетелей Тогда Воссияет В Тебе Бесстрастие Сердце И Звездоподобным Узришь В Молитве Ум Из Мыслей Одни В Нашем Владычественном Кладут Свой Отпечаток И Образы А Другие Доставляют Только Ведение Не Оставляя В Уме Ни Отпечатка Ни Образа Сказанное В Начале Бесслова Из Слова Бек Богу Влагает В Сердце Некую Мысль Но Не Производит В Нем Ни Образа Ни Отпечатка А Сие Прием Хлеб Оставляет В Уме Образ И Так же Слово Прилами Производит В Уме Отпечаток Сказанное В виде Господа Сидящий На престоле Высоции И Превознесения Оставляет В Уме Отпечаток Исключая Слов В Виде Господа В Которых Самое Изречение Оставляет По-видимому Отпечаток В Уме Означаемое же Им Не Оставляет Никакого Отпечатка Исайя Пророческим Оком Видел Что Естество Разумное Возвышенное Деятельной Жизнью Прияло В Себя Ведение И Именно Бога Ведение Ибо Сказуется Что Бог Восседает Там Где Познается Потому И Престолом Божьим Называется Чистый Ум Называется Же И Престолом Бесчестия Жена То есть Душа Ненавидящая Правду А Бесчестием Души Грех И Невежество Поэтому Мысль О Боге Не Из числа Оставляющих В Уме Отпечаток Но Принадлежит К Мыслям Не Оставляющим В Уме Отпечатка Посему Молящему Содолжно Всячески Отрешиться От Всего Оставляющего В Уме Отпечаток Спросишь Что То Имеет Место В Рассуждении Тел И Помыслов О Них То Имеет Ли Так же Место И В Рассуждении Вещей Бестелесных И И Их Понятий И Иначе Ли Ум Приемлет В Что По Мысел О Боге Не В Числе Оставляющих Отпечатки Так же Из Умозрений Не Оставляющих В Уме Отпечатка Одни Означают Сущность Вещей Бестелесных А Другие Понятия О Них И В Рассуждении Вещей Бестелесных Бывает Не То Что И В Рассуждении Тел Ибо Мысли О Телах Одни Оставляют Отпечаток В Уме А Другие Не Оставляют Здесь Жи Ни Одна Мысль Не Оставляет В Уме Отпечатка Когда Демон Чревоугодия После Великих И Усильных Борений Невозможет Растлить Напечатленного В душе Воздержания Тогда Ввергает Ум В Вожделение Высочайшего Подвижничества Почему Представляет Ему На Вид Скудную Даниилову Жизнь И Служившая Пищей Семена Напоминает И о Так Жить И Понуждает Соделаться Их Подражателем Чтобы Погнавшись За Неумеренным Воздержанием Не Успел Человек В Воздержании Соразмерным Потому Что Не Способно К тому Телу По Собственной Своей Немощи Конечно же Демон Восхваляет За Се Тело И Придает Проклятие Сердце И Справедливым Признаю Для Подвижников Не Слушаться Демона Сего И Не Удерживаться Вовсе От Хлеба Елея И Воды И Бо Вот Образ Жизни По Испытанию Братья И Самый Прекрасный Вкушать И Сего Не В Сытость И Однажды В День Для Меня Было Бы Удивительно Если Кто Присыщая С Хлебом И Водою Возмог Приять Венец Бестрасти 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 Называю Не Сокрушение Греха В Его Действенности Ибо Это Называется Воздержанием Но Сокрушение Его Пресекающие В Уме Страстные Помыслы Которые Святой Павел Наименовал Духовным Обрезанием Иудея И Жа В Тайне Если Же Кто Теряет Бодрость Слыша Сказанное Туда Приведет Себе На Память Сосуд Избран Апостола В Глади И Жажде Совершившего Своё Течение Но Демону Чревоугодие Подражает И Противоборник Истины Демон Уныния Внушая Терпеливому Мысль О самом Строгом Отшельничестве Призывая Стать Соревнователем Иоанна Крестителя И начатка Отшельников Антония Чтобы Не перенесший Долговременного И Выше Человеческого Отшельничества Бежал Подвижник Со стыдом Оставив Место А он Мог Наконец С похвальбой Себе Сказать Укрепихся На него Нечистые Помыслы К приращению Своему Приемлют И вещественные И простираются На многое Ибо По великой Горячности Страсти Переплывают Мысли На великие Моря Не отрекаются Совершать Дальние Путешествия Очистившиеся Сколько-нибудь Помыслы Бывают Гораздо Их теснее И по нем Още страсти Не простираются На многое Почему приходят Более В противоестественные Движения И по слову Премудрого Соломона Время Некое Вне Глумятся И собирают Трости Для беззаконного Плинфоделания Да спасутся Аки серна От тенет И яко Птица От сети Ибо Удобнее Очистить Не чистую Душу Нежели Очистившуюся И снова И уязвленную Возвратить Опять К здравию Потому что Не допускает Сего Демон Печали Но во время Молитвы Носят Всегда Предзеницами Кумир Греха Демоны Не знают Сердца Нашего Как думают Некоторые Из людей Потому что Сердцеведец Один Сведый Ум Человеч И создав И наедине Сердца Их Но По произносимому Слову И движениям Телесным Познают Демоны Многие Сердечные Движения О чем Намеревался Я теперь Поговорить Яснее Но Удержал Меня Святой Иерей Сказав Что Подобные Вещи Не стоят Того Чтобы Делать Их Общеизвестными И говорить О них Вслух Непосвященным Так Так как Продолжал Он И бывшие Вместе С сидевшими В засаде По закону Подлежат Ответственности Впрочем Скажу По велику Демоны По таковым Знакам Узнают Сокровенное Сердце И берут От сего Повод Действовать Против Нас А мы Нередко Обличали Некоторых Злоречивых Не питая В себе К ним Любви То Посему Стали И мы Добычей Демоном Памят О злобе И снова Возымели Против Них Те Лукавые Помыслы Которые Как известно Нам Составились Прежде Посему То Справедливо Обвиняет Нас И Дух Святый Сидя На брата Твоего Клеветал Иси И на Сына Матери Твоей Аполагал Иси Соблазн Отворял Дверь Помыслам Помят О злобе Приводил В смятение Ум Во время Молитвы Представляя Всегда Лицо Врага Своего И Даже Боготворя Его Ибо Конечно На что Взирает Ум Моляс То Достойно Того Чтобы Признать Ее Богом Но Будем Возлюбленные Бегать Болезни Осуждения Не Станем Ни о ком Никогда Вспоминать Худо И При Воспоминании О ближнем Не будем Отвращать Взоров Потому Что Всякое Наше Телодвижение С Любопытством Наблюдают Лукавые Демоны И Ничего Не Оставляют В нас Незамеченным Ни Восклонение На ложе Ни Сидение Ни Стояние Ни Слова Ни Выхода Ни Взгляда На все Смотрят Пристально Все Употребляют В дело Весь День Поучаются На нас Льстивным Чтобы Во время Молитвы Оклеветать Смиренный Ум И угасить В нем Блаженный Свет Смотри Что И святой Павел Незазорный Да противный Посрамиться Ничтоже Имея Глагол Теанасу Корна Облаженный Давид Даже Молится Говоря Избавим От клеветы Человеческие Человеками По разумности Природы Именуя И демонов Да и Спаситель В Евангелии Всевающего В нас Плевела Греха Назвал Врагом Человеком От которого Да избавимся По благодати Христа И Бога Нашего Ему Подобает Честь И слава Во веки Аминь